Цена золота достигла исторических рекордов во многих валютах мира. Центральные банки, особенно в азиатском регионе мира, активно скупают золото для своих резервов, чтобы сократить зависимость от американской валюты. Центробанки прекрасно понимают, что золото является деньгами, особенно во время кризиса. Вообще обычно золото дорожает в двух случаях. Во-первых, когда наблюдается во всем мире, в мировой экономике, значительный рост, подъем. В этой связи растет спрос на золото как промышленный металл для изготовления электроники. Он в автомобилестроении используется, в других отраслях. И с другой стороны, золото используется как инвестиционный актив, причем так называемый защитный актив, который предпочитают инвесторы в те периоды, когда они не уверены в других активах. Золото фактически сохраняет за собой функцию мировых денег. Одним из последних подтверждений этого факта стали новости о том, что находящаяся под американскими санкциями Венесуэла реализовала несколько десятков тонн драгоценного металла с целью смягчения острого экономического кризиса в стране. Неудивительно, что самые консервативные инвесторы считают истинными деньгами лишь золото. Лилия Баталова, Универньюс.